Добрый вечер студия, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы работаем в прямом эфире. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону 23510, код города Северодонецка 06452. Рады будем слышать ваши вопросы. 27 октября прошло долгожданное для всей Луганщины событие. Это открытие пешеходного перехода в станице Луганской. Предлагаю вместе с вами и с нашими зрителями вспомнить, как это было. Возле пешеходного пункта пропуска станицы Луганской с одной и с другой стороны сотни людей. Все они хотят пересечь линию разграничения. Раньше это можно было сделать только в Артемовске. Переоценить трудно. То место, где оставались возможности перехода. Места постоянных боевых действий. Поэтому длительный период времени фактически сообщения на территории Луганской области с противоположной стороной отсутствуют. На подконтрольной Украине стороне люди могут посетить рынок или отделение Ощадбанка, а также автобусом добраться до Беловодска и Северодонецка. Установлены правила переправки личных вещей. Они должны быть местны до 50 килограммов и стоимостью до 10 тысяч гривен. НОЖА также подвергается проверке. В сторону оккупированного Луганска несут и продукты, и лекарства. Я еду до родственницы. Ей 75 лет болеет, я ее хочу проведать. Да, лекарства везу и гостинцы. Творог там, сметанки немножко. И очень большое спасибо, что открыли мост. Пункт перехода – работа с 8 утра до 5 вечера. С наступлением холодов процедура досмотра вещей должна стать проще, считают люди. Очень долго стоять. Вот я не уверена, что мы пройдем. Хотелось бы пройти, потому что мы издалека приехали. Просто немножко надо упростить схему. Такой же пункт пропуска планируют открыть в Золотом. Анастасия Волкова и Лея Трофимов по ДИИ. Юрий Юрьевич, открытие пешеходного перехода ранее переносилось. Скажите, вот с чем это было связано и какие были гарантии безопасности в этот раз? Вы знаете, действительно, для Луганской области это знаковое событие. Для нас было очень важно открыть хоть один пункт пропуска. Как вы знаете, на территории Луганской области не работал ни один. Буквально первый, который мы открыли 27 числа. История открытия пунктов пропуска следующая. Что на территории Луганской области действовало, согласно нормативным документам, три пункта пропуска. Первый в станице Луганской, второй в части и третий в районе населенного пункта Золотое, Золотое Первомайск. В связи с ожесточением боевых действий были разрушены или повреждены мосты через реку Северский Донецк. И поэтому перестали существовать два пункта пропуска в станице Луганской и в счастье. Поэтому остался один переход, это Золотое Первомайск. Но этот переход был заблокирован со стороны ЛНР. Дорога была перекрыта канатами и сама была заминирована. Были поставлены таблички мины. Поэтому, чтобы не рисковать людскими жизнями, а для нас это самое ценное и важное, мы приняли решение закрыть этот переход. И непродолжительное время действовал, если так можно назвать, незаконный, нигде он не прописанный переход в районе шахты Родина. Но 8 июня он также был заблокирован бетонными блоками. И фактически с 8 июня Луганская область не имела ни одного пункта пропуска. В дальнейшем мы проводили работу по открытию таких переходов. Но вы помните, что были ожесточенные боевые действия, постоянно были обстрелы. И когда 1 сентября наступил долгожданный мир, если можно так назвать, когда перестали систематически обстреливать нашу территорию, опять стал вопрос об открытии пункта пропуска. И мы поэтому запланировали открыть пункт пропуска на 10 октября. Если помните, мы анонсировали в средствах массовой информации. Но, к сожалению, к нам поступила информация от правоохранительных органов и военных о том, что в этот день планируются провокации. И я уже говорил, повторюсь, для нас очень важно, чтобы люди не получили никаких ранений в ходе обстрелов, в ходе действий диверсионных групп. И поэтому мы приняли решение приостановить открытие в тот день пункта пропуска. Неоднократно мы подключаем наших посредников, которые выступают в минских переговорных группах, потому что открытие пункта — это не только наше желание. Нужно, чтобы оно было согласовано также и с людьми, которые находятся в Луганске. И поэтому мы неоднократно обсуждали эти вопросы в Минске. Мы общаемся в Минске через переговорные группы, через депутатов Верховной Рады, это и через Юрия Гарбуза, через Ирину Герасченко, через руководителя агентства по восстановлению Донбасса Вадима Черныша, которые постоянно поднимают самые наболевшие вопросы Луганской области, в том числе и открытие пешеходного перехода. И следующим числом это было 27 октября этого года. И вот, вы знаете, пешеходный пункт открылся, и уже три дня он работает. Скажите, какие службы задействованы в работе этого пункта пропуска? Основные службы – это Державная прикордонная служба и Державная фискальная служба. Это те службы, которые, согласно нормативных документах, осуществляют пропуск граждан Украины и желающих через линию размаживания. В функции Державной прикордонной службы входит осмотр груза, который перемещается через линию размаживания. В обязанности Державной прикордонной службы входит проверка документов, сверка по базе данных о наличии электронного пропуска. Из сюжета просмотренного мы видели, что поток людей достаточно большой. Скажите, вот за эту неделю сколько уже людей воспользовались пешеходным переходом? Есть ли такие данные? За эту неделю очень громкое слово. Пункт пропуска проработал всего лишь три дня. Я озвучу цифры, что в первый день работы пункта пропуска зашло на территорию подконтрольной Украине 291 человек, вышло 296. Во второй день зашло 485, вышло 425. И сегодня день уже закончился, рабочий день до 16.30, поэтому я знаю цифру, за сегодня зашло 589 человек и вышло 493. То есть мы видим такую тенденцию к увеличению. Да, и мы надеемся, что эта тенденция будет увеличиваться и делаем все, чтобы граждане Украины чувствовали себя комфортно, ни в чем не нуждались. Прежде всего, это мы просмотрели пункт обогрева. Буквально с завтрашнего дня он будет работать. Это будет большая палатка, которую установят представители МЧС. Эта палатка будет обогреваться и будет кухня работать, в которой будет готовиться горячий чай и галеты. А вот места для ночлега будут предусмотрены? Нет, мы не планировали предусматривать места для ночлега. Но если это будет необходимо, можно будет остановиться в станице Луганска, в самой станице Луганска, либо в этом пункте. Других мест просто нет. Скажите, если количество людей будет увеличиваться настолько, что за один рабочий день они просто физически не смогут перейти, что будет с этим делать Луганская областная военно-гражданская администрация? Мы планируем в случае увеличения потока желающих увеличить также количество работников прикордонной службы, фискальной службы, которые будут осуществлять проверку для того, чтобы этот поток нормально проходил через линию размаживания. Что касается возможного жительства, то мы планируем установить там специальные палатки. Палатки эти уже есть в наличии Главного управления Державной службы по надзвучайным ситуациям. Эта палатка, она 20-местная, она надувная, она теплая, держит температуру, регулируется держание температуры. И есть в этой палатке раскладушки, и на экстренный случай могут там остановиться. Вы сказали, что пункт пропуска работает до 16.30. Да, пока так. С какого времени? С 8 часов утра. Скажите, какие документы нужны людям, чтобы пересечь линию? Для того, чтобы пересечь линию разграничения, достаточно только паспорта гражданина Украины. На переходе установлены четкие ограничения того, что можно и что нельзя с собой иметь. Я зачитаю, к примеру, лекарства не более пяти упаковок каждого наименования на одно лицо, часы не более двух штук, пол-литра туалетной воды или 100 граммов духов и многое другое. Скажите, с чем связаны такие нормы? Есть порядок, его номер 415 ОГ. Этот порядок, он разработан Радой нацбеспеки и обороны. В разработке этого порядка принимали участие представители правоохранительных служб, фискальных служб, Министерства экономики. Этот порядок регламентирует, что именно, каким образом перемещать товары через линию размаживания. Да, действительно, есть перечень товаров, которых можно переносить. Общий порядок также разрешает каждому человеку проносить продуктов питания в общем весе 50 килограмм на общую сумму, которая не превышает 10 тысяч гривен. Мы разрабатывали порядок только с той целью, чтобы не воспользовались люди для наживы и для того, чтобы предупредить и пресечь контрабандное перемещение. Напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 064 52 2 35 10. Звоните. Скажите, в станице Луганское планируется ли открытие логистического центра, чтобы люди смогли снять деньги с банковских карт, к примеру, получить консультацию специалистов? Да, действительно, у нас есть в плане и работа логистического центра, который также будет располагаться в станице Луганской. Этот центр будет располагаться буквально в 300 метрах от автостанции, на которой концентрируются автобусы, которые находятся рядом с пунктом пропуска. В этом центре мы предусмотрели работу Ощадбанка. Модуль, бронированный модуль Ощадбанка уже находится непосредственно на месте. Специалисты Ощадбанка также осуществляют консультации и предоставляют практически все услуги, которые относятся к функциям Ощадбанка. То есть каждый человек может снять деньги, перевести денежный перевод, осуществить обмен валюты, оплатить необходимые вопросы по линии ЖКХ и так далее. То есть любые операции в этом пункте можно осуществить. Также мы предполагаем в этом центре работу аптечного пункта, предполагаем работу консультационного центра, в котором будут присутствовать специалисты пенсионного фонда, социальной службы и миграционной службы. Ну и, естественно, торговля. Торговля только тех продуктов питания, которые изготавливаются либо выращиваются на территории Луганской области. А есть ли прогнозы, когда этот логистический центр заработает? Он практически уже работает. Ощадбанк начинает свою работу с завтрашнего дня, полную работу. По сегодняшний день он проводил только консультации. С завтрашнего дня он уже будет осуществлять в полном объеме все операции, связанные с деньгами. У нас есть первый телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Я хотела сказать, что марковская милиция очень плохо работает. Я обратилась с этого вопроса до Кляткинского Юрия Владимировича, до прокурора города Северодонецка. Он мне ответил во всей конституции, не используя. Там просто были унижения в мою сторону. Это мне было очень обидно получить вот такой ответ. Я обратилась к нашему депутату, жительному Александру Викторовичу. Он мое заявление не зарегистрировал. И сказал, что это серьезный очень вопрос. Это вы думаете, что это так просто. И вообще сказал, что я вам помогать не буду. Я бы хотела, чтобы ваша студия приехала в Марковку и разобралась по всех моих вопросах, которые не смогла разобрать наша милиция, наши уважаемые депутаты, которые занимают такие большие посты. Я очень прошу вашей телевидении приехать сюда ко мне и разобраться со всеми моими проблемами. Оставьте, пожалуйста, нашему администратору ваши контакты. Я предлагаю обратиться к главе Марковской райгосадминистрации Чернику Владимиру Александровичу, либо приехать в Луганскую областную администрацию ко мне на прием, если будет желание. Но я, честно говоря, так и не понял суть вопроса. — Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находится мост возле станицы Луганской? — Вы знаете, он разрушен. Чтобы вы понимали, перемещение людей через этот пешеходный мост — это мост не соответствует стандартам. Специалисты службы автомобильных дорог исследовали мост, сделали заключение о том, что по нему в пешем порядке можно перемещаться, но он, как я уже говорил, не соответствует стандартам моста. Я примерно опишу эту конструкцию. Это разрушенный мост. Сверху этого разрушенного моста лежат наваренные железные балки, сверху которых деревянная конструкция с перилами, которые и есть пешеходный мост. Вот примерно по этому пешеходному мосту перемещаются люди. — Скажите, вот в пункте пропуска в станице Луганска может ли человек пройти без документов, например, с оккупированной территории, если он захочет перейти на территорию под контрольную украинской властью? — К сожалению, да. Есть такая возможность. Есть у нас трагические случаи, когда люди, обходя по лесной зоне этот крайний блокпост и мост, подрывались на растяжках. Есть погибшие, есть мирные жители погибшие, есть военнослужащие погибшие и получившие ранения. Я вам приведу такой пример. В первый же день работы пункта пропуска 27 числа в обход него была задержана группа в составе 17 человек, которая планировала перейти, переместиться для того, чтобы осуществить покупку продуктов питания и в обратном направлении уйти. — Но официально без документов пройти нельзя, естественно. — Через пункт пропуска без документов пройти нельзя. Только обходными путями, но мы эти вопросы контролируем при помощи представителей правоохранительных органов и военных, которые находятся в станице Луганской. — Следующий вопрос зададут вновь наши телезрители. Алло, здравствуйте. — А подскажите, пожалуйста, у меня уже давно оформлен бумажный пропуск. Я могу сейчас пересечь пункт пропуска с ними, оформляя электронную? — Спасибо за ваш вопрос. — Да, можно переместиться через линию разграничения по бумажному пропуску. Чтобы вы понимали, сейчас сама бумажка, на которой написано пропуск, его есть номер, есть установочные данные человека, уже не нужна. Вся база данных, которая была ранее, по которым выдавались бумажные пропуска, она сейчас влита в новую базу данных. То есть тот человек, который ранее получал пропуск, он автоматически сейчас уже занесен в базу электронных пропусков. Достаточно только показать паспорт гражданина Украины, и все. — Скажите, пожалуйста, для людей, которые захотят уехать вглубь Украины, ну, естественно, под контролем украинской власти территории, предусмотрен ли какой-либо транспорт? — Да, мы предусмотрели дополнительные маршруты, которые выдвигаются в двух направлениях. Первое направление — это Счастье, Новая Дар, Северодонецк. И второе направление — это Меловое, Марковка, Беловодск, Старобельск. — Люди с оккупированной территории сейчас практически не имеют доступа к правдивой информации. Самопровозглашенные власти запретили просмотр тех украинских каналов, радио, газет, которые или в интернете, или сигнал пробивается. — Скажите, на пункте пропуска будут ли предусмотрены раздачи какой-либо информации, газет, к примеру? Будет ли радио там работать украинское? — Да, действительно, во время рабочего дня работает украинское радио постоянно. И мы раздаем бесплатно газеты. Это местные газеты, а также республиканские газеты. Можно их получить в полном объеме непосредственно на пункте и на логистическом центре. — У нас есть еще один звонок. Алло, добрый вечер. К сожалению, звонок сорвался. Надеемся, что он повторится. А мы перейдем к следующему вопросу. Скажите, какие меры безопасности принимаются для людей, которые находятся на пункте пропуска? — Меры безопасности, сказать, что они усиленные, нет. Обычное патрулирование сотрудниками милиции и военными непосредственно самого пункта пропуска, поскольку там большое скопление людей, и ежедневное плановое патрулирование улиц Станицы Луганска в плановом режиме. Каких-то глобальных дополнительных мер безопасности мы не проводили, не применяли. — Станица Луганска — это вот такая своеобразная первая ласточка. Скажите, планируется ли открытие других пешеходных переходов на линии разграничения? — В самом начале нашей беседы я акцентировал внимание на том, что есть еще один переход в районе населенного пункта Золотое с сообщением Лисичанск-Горск-Золотое-Стаханов. Этот переход официально закреплен этим порядком, о котором я говорил, 415. И мы планируем в ближайшее время открыть именно этот переход. И также на перспективу на будущее мы планируем открыть еще один переход. Это в районе населенного пункта Новотошковка. — У нас звонок есть. — Алло, добрый вечер. — Алло. — Да, здравствуйте. Задавайте свой вопрос. — Алло. — Здравствуйте. — Добрый вечер. — Здравствуйте. — Юрий Юрьевич, до вас запитание. Мы жители села Крымского. Ну, не рассказать вам, что мы пережили. Ну, пережили, слава Богу, пережили. Теперь нам принесли за газ, мы не против платить. Але до вас просьба такая, обнулювать. Вот три хизбинга, у них нема газу. Но им свет обнулювали и начали люди платить. И вы будете платить. Але же обнулюйте нам, будь ласка. Мы ж не можем такие суммы 14, 20 тысяч, 18 тысяч платить. Спасибо вам. — Спасибо за звонок. — Да, действительно, Крымская, я неоднократно находился там. В чем проблема в населенном пункте, там разбит газопровод. Газопровод разбит, который ведет из Крымского. Он частично заходит в оккупированный населенный пункт Сокольники, поворачивает влево через реку Северский Донец и соединяется с населенными пунктами Тряхизбинга, Орехово-Донецкая, Кряковка. Что касается обнуления света, действительно, мы проводим сейчас такую работу и готовим пакет документов. Частично он уже согласован. И я думаю, что в ближайшее время мы эти вопросы закроем. — Спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с открытием логистического центра в Новотошковке? — В Новотошковке почему сложнее открыть, допустим, чем в том переходе, о котором я говорил, Золотой Эстаханов? В том, что Новотошковка не прописана пока ни в одном нормативном документе. И о его открытии необходимо поднимать вопрос на переговорах контактных групп в Минске. Я еще раз повторю, что нашего желания мало. Мы бы, может быть, и больше пешеходных, либо автомобильных пунктов открыли. Но все эти вопросы должны согласовываться на уровне контактных групп. И все стороны должны понимать, что там будет пешеходный, либо автомобильный пункт пропуска для того, чтобы соблюдать правила безопасности, для того, чтобы не было обстрелов, не было никаких провокаций. И поэтому мы сейчас ведем активные переговоры для того, чтобы этот пункт открыть. — Скажите, вы или ваши сотрудники общались ли с людьми, которые приходят с той стороны, с территории неподконтрольной украинской власти? Что они рассказывают? — Вы знаете, действительно, и я, и сотрудники, и очень многие люди в первый же день мы общались и общаемся постоянно. К нам приезжают бизнесмены, приезжают представители крупного бизнеса, промышленных предприятий, которые имеют намерение переместить свой бизнес. Я вслух не буду называть названия этих предприятий. Все хотят, с кем я общался, жить в единой Украине. Представители бизнеса понимают, что у многих заключены контракты на длительное время. И контракты заключены от имени государства Украина. И если сейчас их перезаключать, то предприятия будут нести большие потери. И не только из-за этого люди понимают утопичность ситуации ЛНР. О том, что единая Украина, только она сможет создать для людей те необходимые условия для жизни, для того, чтобы люди строили свои планы, строили свое будущее. — Как Вы считаете, открытие пешеходного перехода в станице Луганской, как оно повлияет на жизнь украинцев? — Вы знаете, если касаться именно в контексте предыдущего вопроса, то для нас очень важно, чтобы люди вербально общались. Потому что, к сожалению, тот информационный контент, который сейчас находится на оккупированной территории, он на 99% пророссийский. И люди не могут получать достоверную информацию. Когда они будут попадать на территорию Украины, они будут общаться со своими земляками, со своими родственниками. Они будут понимать ту ситуацию, которая находится здесь. Они будут своими глазами видеть те цены, то качество продукции, то отношение к людям, то стремление власти, обычных людей к демократии, их желание все завершить мирным путем. Юрий Юрьевич, спасибо за беседу, спасибо, что пришли к нам в студию. На этом время нашего прямого эфира подошло к концу. Напоминаю, что об открытии пешеходного перехода в станице Луганской мы говорили с Юрием Клименко, заместителем председателя Луганской облгосадминистрации. До встречи на телеканале ЛОД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова